Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В святых телах есть Бог, как говорит Господь. И пропрасно это евангельское изречение. Мы слышим в народной мудрости, дорогие братья и сестры, очень часто фраза такая, что «глаза есть земля души». И по глазам человека можно определить, страдает ли он какое-либо страстье, истинный он или нет и прочее. А в святоотеческой традиции глаза и зрение как готовое являются восприятием света, и в святоотеческой традиции толкуется именно Бога, о котором говорит Господь, в насказательном значении толкуется именно как разум. Сегодня, когда Церковь чтит собор одесских святых, мы, дорогие братья и сестры, можем попробовать себе воспламенить дерзновение, взглянуть на мир глазами одесских святых, угодников Божих, которым мы приходим за молитвенной помощью, за благословение, за уважением и для того, чтобы исследовать нам медленную радость. Когда считается апостол на Богородичной празднике, мы слышим, что испрашивается устами апостола нам мудрствовать и действовать по Христе и Иисусе. Пример этому нам является благословенная Владычица Богородица и святые, которые в своей жизни мудрствовали и действовали по Христе и Иисусе. Сегодня мы воспеваем апостола Андрея Тарвого Иванова, который своей святой осуществляет наш город. Воспеваем мы также великомученика и целителя Пантелимона и прибегаем к нему за молитвенным заступлением, чтобы жители нашего города и нашего края добывали в добром крае и в полном интересном. Воспеваем также злогословесную трубу, богогласный орган, как его называют, церковь, святителя Иннокентия, который является небесным заступником нашего святого храма. Воспеваем сегодня и священномучеников Анатолия, Мухрия, Прокопия, новомученика Ярма Ковшарова, которые засвидетельствовали свою любовь к Господу в своей честной крови. Воспеваем мы сегодня и преподобных дивного храмостроителя Ажавриила Афонского и преподобного исповедника Мухрия Одесского, который не так давно от нас по теме не жил, и наше предхождение есть в храме, которое еще восподобилось беседовать с этим святим угодником Божиим. Вот все угодники Божьи, священномученик Григорий Крады, Патриарх Целеградский, и прочие угодники Божьи, которые входят в сон одесских святых, это доказательство того, что святость это не какая-то абстракция, так как Царство Божие это не какая-то отрешенная от мира фантазия или какая-то выдумка, нет, Царство Божие, пришедшее в силе, это реальность. И об этой реальности свидетельствует жития святых угодников Божьих, перед которыми мы преклоняем сегодня колени нашего сердца. И сегодня, когда мы почитаем святых, которые освещают нашу землю, необходимо помнить, что для нас не должно быть ни времени, ни места для отчаяния, не должно быть в нашей жизни уныния, потому что через этих угодников Божьих, у которых действительно светильник тела есть Бога, потому что даже взбирая на образы этих святых угодников Божьих, они как бы на нас смотрят, ободряют, ободрезают нас к тому, чтобы исповедовать веру православную. Мы должны знать о том, что все возможно верующим. Каких бы мы обстоятельств не оказались, у нас есть сон светло-сияющих звезд небосвода свободного, который освещает нам мглу и темноту мира, который во грехе лежит. И нам необходимо помнить, что предплагословенная Владычица Богородица покрывает нас, убывающих на ее материнское растопление. И святые угодники Божьи, о которых мы сегодня вспоминаем, предстоят у пресвела Божия и возносят свои горячие молитвы о нашем спасении. Что же нам искать? Евангелие сегодняшнего дня говорит, что необходимо искать прежде всего Царство Божие и правды его, и все остальное приложится нам. Каждый из святых угодников Божиих имеет различный жизненный путь, различный подвиг, различную меру подвига и характер подвига. Но все в конечном итоге доходят до одной цели. Достигают Царства Божия и приходят к Христу. И туда же ведут нас своими молитвами, но ни в коем случае не насилуя нашу волю, но являя свою любовь и призывая нас из Царства Божия от бездны греха к высоте Божественного милосердия и любви. Пусть же молитвами всех святых в земле, а детстве и просеявших Господь исполнит нас упованием, которое не посрамляется, радости, которую никто у нас не сможет отнять. И пусть каждый из нас удерживается сегодня, молясь, словами апостола Павла, которое мы слышали по случаю сегодняшнего воскресного дня, что христиане хвалятся не только своими радостями, они хвалятся и страдами, потому что от страдей приходит опыт, от опыта приходит терпение, а терпение рождает упование, которое Бог не посрамит. Пусть же каждый из нас, исповедуя веру православную, будет тверд в своем уповании, пусть каждый из нас помнит, что Господь в силах утешит любое наше сердечное обои. Господь в силах изравнять наши неровности и все, что Попережил в нашей жизни. И Господь любит нас и сделает это обязательно молитвами святых угодников Божьих, которых мы чествуем и которым воздаем славу, честь и поклонение в веке. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.